Полная сдача, полная, тотально, иными словами, ровность и принятие всего происходящего. Всё хорошо, всё нормально, ничего плохого быть не может. То есть, если смерть должна прийти завтра, это не вызовет никакого у вас беспокойства. Ну, завтра вам скажешь, помрёте. Беспокоиться будете? Чё делать-то будете? Как беспокоиться? Покажите. К врачу пойдёте? А уже сказали, Господь приказ подписал. Чего делать-то будете? Ждать, да? Прибраться, одеть чистое бельё, да? Так вот чего? Вот у нас всё время вот эта позиция доверия Господу, вот такая она, половинчатая всегда, да? По мелочам доверяем. Более крупные вещи, как-то уже с сомнением по поводу смерти, ой. Так или не так? Вот искренность есть у вас. Вот когда вы говорите, что вы идёте по пути, то вас почти ничего не должно беспокоить. Не в том смысле, что вы ничего не должны делать, на всё плюнуть, всё ждать, или смерти, или вознесения. А просто ничто в психологическом плане не должно поколебать вашу ровность и уверенность в выбранном пути, в том, что вы делаете. Понимаете? Вот это критерий очень мощный. Как вы относитесь к её величеству смерти? А? Вы поняли? Вот мы сейчас действительно говорим здесь вот то, что говорим для избранных. То есть для тех, кто действительно выбрал для себя путь, то действительно считает, что они сдаются, что они в полной мере уже что-то там прошли. И вот всегда сверяйте часы по своему отношению к тому, что еще вам завтра скажут. Завтра помрёте. А потом завтра вдруг отменят, да, и скажут, будете жить ещё сто лет. Претензий не будет, нет? Поэтому ровное отношение к тому, сколько, когда и по какой причине у вас должно быть. Ну, в смысле расставание с телом. Это не имеет никакого значения. Ясно? А так, косметика, лекарственная процедура, у нас всё именно вокруг этого крутится. И путь он сам по себе как косметический вариант. Вот нечего делать, много всякого разного, а он подходит. Подходит, потому что вроде бы как ничего не надо делать. На кончик носа перед сном поглядели, и всё. Я понимаю, что не так, не так всё на самом деле. Но я утрирую немножко, потому что многие это думают, вот те, кто слушает наши беседы. Ну, вот он там их убаюкает, они засыпают, чувствует себя хорошо. Вот на самом деле чувствует себя, вы должны плохо. А? До тех пор, пока на самом деле не сдадитесь. Вас будут беспокоить всякие разные моменты психологические. И вам будет казаться, что, в общем-то, иногда, что вы ничего и не сделали толком. Войдёт всё, работа-то вся нашмарку пошла. Не отчаивайтесь. Значит, есть какие-то моменты, какие-то нюансы, какие-то детали, которые вами не проработаны в отношении ровности. Так что, всё должны принимать, что с вами случается и происходит, без усилий, без рассуждений, без анализа. Приняли, и всё. Психологически нужно очень чётко различать кажущиеся или якобы полную издачу в руки силы божественной, и истинную, тотальную издачу или тотальное смирение. При кажущейся издаче вы, как вам кажется, полностью доверяете силы. Господи, на всё твоя воля. При кажущейся издаче. Однако у вас ещё сохраняется эгоистическое чувство подсознательного неприятия некоторых вещей. Ну, что-то вы не принимаете. А потому у вас сохраняется внутреннее напряжение, напряжение, которое мешает покойному ощущению, что всё хорошо и будет хорошо. Вот если есть напряжение, всегда есть тревога. И нет ощущения, что всё будет хорошо. Так? Значит, доверия нет. При полном доверии, вот это ощущение, что всё будет хорошо, и никаких там завтра тревожечек вообще быть не может. А сегодня чего тревожится, если у вас мыслей тревожных нет, да? Вот сейчас ум молчит. Да, ну и завтрашний день не должен тревоги выживать. Правильно? Очень важным критерием является ваше отношение к смерти. Ещё раз я говорю. Приятию или неприятию смерти тела. Если бы абсолютно искренне готовы её принять, хоть сейчас, равно как и продолжать жить бесконечно долго, и не испытываете при этом ни малейшего внутреннего беспокойства, у вас всё в порядке. Только не циклитесь на этом вопросе, а то с утра до вечера будете себя проверять на эту тему. Просто спустя какое-то время, сохраняя ровность, вы так, прикиньте, осталось ли что-нибудь вот в ощущениях, как её принимаете? Ясно? Каждый день не надо этим заниматься. А то придумать, что я вам сказал, каждый день отношение к смерти, вопрос решать. Каждый день не надо. Так что усилим в вашей воле, достичь этого невозможно. Лишь трансформирующая работа, нисходящая сила, наводит порядок в этой сфере. То есть ощущение, внутреннее ощущение, вот той вибрации, которая есть в вибрации живой жизни, и она даёт вам и покойное отношение к смерти. Потому что это на уровне вибрации, это на уровне волновом, а не на уровне психологическом совершается. Понятно? И когда из тела исчезает тревога, клеточная тревога, ну, в клетках тела, тогда проблем уже никаких нет. Но клеточная тревога долго сохраняется. Но лет 10 она может сохраняться. Да? Я по собственному опыту говорю. Тело тревожится. Психологически ты готов. Момент духовного рождения, там проблема-то со смертью, ну, 50 на 70 процентов уже решается. Вы знали, что вы всегда есть, были и будете. Понимаете? А клеточная проблема, она держится. И хорошо, наверное, что какое-то время она держится. Почему? Потому что это некий, ну что ли, барьер безопасности. Это правильно. Безопасность. Да? Охранительная, подсознательная реакция на опасности, которые во внешнем мире, пока у вас еще не в полной мере, новая структура сформировалась, она еще не готова. И вот когда эта структура где-то и из-под воль подсознательно формируется, то тогда и телесная проблема, или проблема беспокойства телесного тоже решается. Практически в одно мгновение. Но сохраняется, сохраняется долго. Так что с завтрашнего дня не начинайте решать эту проблему, она во времени решается. Не бегом и не быстро. Хорошо? Есть еще очень ясное видение, сейчас очень ясно и очень определенное видение, что смерть – это принятие пораженчества. Да, везде и для каждого. Ну, бунтовать против смерти, но ничего не делать в направлении обретения жизни вечной на пути сознательной эволюции. Это означает согласиться принять смерть. Можно бунтовать, можно требовать каких-то средств продления жизни, улучшения состояния здоровья. Бунт, бессмысленный бунт и беспощадный против того, что в конечном счете должно состояться составление тела. Это факт. Да? Но ничего не делать в этом направлении, это все пустое занятие. Не боясь смерти, а презрение к ней должны изначально определять революционность вашего настроя. У меня это было так. Я просто ее презирал. Я понимал, что это противоестественность, что так не должно быть. Я наглядел с этих смерти с молодости бороду своей работы, поэтому я понимал, что это противоестественно. Не может человек быть никогда счастлив или где-то потенциально жить живой жизнью, если смерть над ним висит. Правильно? Не может. Обыватель в своем слепом бунте против болезни и смерти требует от ученых и врачей разного рода чудодейственных средств для поддержания жизни, неизбежно дряхлеющим организмом, потому что он разрушается организм, той же самой силой, которая могла бы его на новый уровень поднять. То есть та сила становится могильщиком, та, которая могла бы при условии вашего следования по пути сознательной эволюции навести максимально возможный порядок в дряхлеющем теле, даже независимо от возраста. А если молодой это делать, то вообще проблема совершенно по-другому решается. А некоторые это крайняя форма идиотизма, надеются обрести бессмертие через посредство каких-то филигранных генетических преобразований в организме, которые обещают в скором времени наивные учёные, наивные лжецы, разные учёные бывают, есть наивные любознательные, а есть откровенные лжецы. И сегодня вот те, кто занимаются проблемами поиска бессмертия, невежественные учёные, они уже изобрели, как говорят, бессмертного кольчатого червя, бессмертного, да, то есть они уже далеко вперёд забежали и увидели, что он никогда не умрёт. Ну, посмотрели результат. Можно это сделать? Нет. говорить о бессмертном кольчатом червей. Он сейчас жив, может он жить должен два года, а он живёт уже там три, это уже почти бессмертие. Правда, с мышами, пока у них что-то не ладится, видимо, мыши протестуют против обретения бессмертии противоестественным способом, у мыши, что-то там не так. Вот. Ну, ладно, ну, чё вы так загрустили, тема-то актуальная. Ладно. А так называемых духовных учителях, обладающих мощной, витальной или оккультной силой, мать говорит, сейчас есть множество таких людей, каждый из них имеет тысячи последователей, которые, вероятно, не понимают ничего из того, что он делает. Ну, за последнее время число таких новоявленных чудотворцев, которые гипнотически ведут своих слепых последователей, я не побоюсь сказать, прямо в преисподнюю, вот туда, вот к этому лукавому, их неизмеримо возросло. Они создают свои школы, большие школы, малые, они обещают бездельникам, которые веруют в их всемогущество, что под их чётким руководством те обретут чудесные оккультные спасения, какие-то ковчеги астральные создают, записываются люди в Новосибирске, есть телефоны, куда можно обратиться, пожалуйста, там учёных много всяких разных, но не учёные этим занимаются, конечно, другие люди, и устраивает вот такие мероприятия ковчег спасения. естественно, астральном плане, астральном плане, есть телефоны, пожалуйста, я думал, что это всё не так, но есть люди, которые действительно вот этим тоже в это верят, свято верят, видите, ничего делать не надо, записался, позвонил, тебя переместят туда, и всё в порядке будет. Всем этим оккультным умникам не мешало бы всё-таки Евангелие разочек прочитать и помнить Совет Спасителя, который предлагает им сразу надеть на шею тяжёлый мельничный жернов и сразу в воду, чтобы не мучить и не обманывать вот этих вот ребят легковерных, да, мотыльков, которые летят на их призывы. Это свидетельствует о том, что через посредства оккультных проводников демонические силы исправно трудятся в земном человечестве, чтобы отвратить как можно большее число людей от сознательной, продуктивной духовной работы. Недостаток искренности – это причина современных трудностей. Неискренность есть во всех людях, говорит мать. На земле возможно всего лишь сотня полностью искренних людей. Сама человеческая природа делает человека неискренним. Она очень сложна, ведь человек постоянно обманывает самого себя, прячет истину от самого себя, находит оправдание самому себе. Сознательная духовная эволюция – это средство стать искренним во всех частях своего существа. последовательная реализация пути сознательной духовной эволюции – это единственное действенное средство обретения подлинной искренности сознания. Действительно люди, люди, ну все, практически все, мать бы, за исключением ста человек, ну может больше, может меньше, я не знаю, практически все люди, сами того не подозревая, заврались во всем, кривляясь на сцене жизни, кривляясь не хуже даровитых профессиональных актеров. Врут и те и другие, вообще все кругом вранье, все кругом ложь, в чувствах, в мыслях, в речах. Сплошное вранье. За собой замечали? Лучше помолчать иногда, вот так глубоко помолчать, чтобы в эфир не выдавать вот эту ложь. Совершенно отвратительное, когда ты начинаешь понимать вообще, что ты выдаешь. Поэтому лучше просто молчать. И когда тотальное вранье становится нормой жизни, а это нормой жизни, нормой жизни уже давно, везде, всегда, всюду, во всех сферах человеческой жизни. И вот когда это тотальное вранье становится нормой жизни, то какие претензии могут быть к миру, к окружающему вам миру? Он порожден вашим же искренним враньем. Понятно? Другого варианта нет. Вы действительно говорите одно, думаете другое, делаете третье. И что в результате из этого, что мы имеем? Страхи, сомнения, страдания. Это результат нашей неискренности, результат нашего святого вранья. Ну, настолько изобрались действительно люди, что просто это норма, не замечают. Себе-то не варите. Вот с этого надо начинать. Потом уже потихоньку и в остальных направлениях. Но себя надо честно оценивать. Кто ты такой? Что в тебе сидит? Какие мотивы твоей жизни поведенческие тебя ведут? Ясно? В этом надо разбираться. Так вот, работая на пути сознательной духовной эволюции, посредством практики бдительности сознания, вы должны предельно искренне и беспощадно развенчивать в себе лицемерие, вранье, ханжество, кичливость, трусость, гневливость, раздражительность, жадность. Вот всё должны видеть. И видеть это можно, вернее, видеть и констатировать, это можно только в условиях контакта с людьми, в условиях социальных контактов. Если вы удалитесь от мира, все связи с ним порвёте или минимизируете, то ваш помойка останется при вас. Потому что только в социальных контактах способна проявиться. Вот эта неискренность планьо. Поэтому самая главная работа духовная, она должна вестись в условиях колючего социума. никогда ни в чём не оправдывайте себя. То есть развенчивать вот те вещи, которые вы в себе видите, это не значит бороться и подавлять эти нелицеприятные проявления, да, вот, или качество. Тогда, если вы будете их подавлять, тогда они глубоко загоняются вами в подсознание. А развенчивать это просто обнаруживать их в себе в момент проявления в социальных контактах, в мыслях каких-то, да, и признавать себя в зависимости от ситуации лицемерным, трусливым, жадным, ревнивым, раздражительным. Ради Бога, это надо видеть. И сама по себе практика бдительности, если вы увидели это и признали в себе, это ну как малое покаяние. В малых вещах покаяние, по сути-то, да, это же покаяние. Не надо в священнику ходить со списком, что вы сегодня там натворили, а просто в зависимости от ситуации в конкретной ситуации, умеете это видеть в себе. Вот и все. И постепенно, постепенно сила деструктивных импульсов будет слабеть. Ни быстро, ни сразу. Опять мы думаем, что сейчас начнем бороться с трусостью, и будем смелыми. Не получится. Ясно? Или с жадностью, не знаю, с лицеберием. Не получается сразу. Напротив, если вы будете бороться, это будет взращиваться у вас. То есть, энергия борьбы самой по себе, усилия, это как раз и есть энергетическая подпитка того, от чего хотите избавиться. Понятно? Все очень просто. Борьба бесполезна. И в результате, раз за разом, эти с виду маленькие, но очень опасные монстры, энергетические, будут вас ослабевать. И, наконец, они просто сойдут на нет безо всякой борьбы. Если что-то остается, но бывает, самое трудное, проблемное, вот самое очевидное для вас, вот самое очевидное, оно в последнем исчезает, кстати. Знаете, вот очевидный, вы знаете, все прекрасно знаете, но ничего с этим поделать не может. Тогда обращайтесь к Господу. Если он сочтет нужным, вы ему скажите, если ты сочтешь нужным, помоги. Как правило, он делает это. Если в абсолютно искренне в своем обращении, уберет. Все переживания, все приходят словно для того, чтобы внести ясность в жизнь, расставить все по своим местам. И все предпочтения, все мнения, все тяготения, все отвращения, все это уходит в виде некой улыбки. Не в безразличии, а в улыбке. Улыбки – необычайная относительность проявления. И начинает приходить восприятие того, в чем истинное проявление в некой гармонии, очень гибкой, без столкновений и очень разносторонней. Так вот, о чем она говорит в этой обширной тирате? Постепенно, по мере развенчивания вами в себе тех самых качеств, что делали вашу жизнь тревожной и беспокойной, в ней устанавливается истинная гармония, которая делает жизнь ваша удивительно живой, интересной во всех проявлениях. То есть жизнь становится интересной, она становится благодарной. Вот интересный каждый миг. Вот ты проживаешь каждый миг, и маленькие события, жизненные, обычные, маленькие события, которых вы не замечали, доставляют вам радость. Просто радость. Вот каждое мгновение проживаешь, ну, в радости. Каждое мгновение, я подчеркиваю, не какие-то периоды, в радости, потом опять там безразличие или какая-то тревога, а именно радость. Вот тогда вы действительно в своем реальном сознании, в сознании вот в бодрствующем, будете находиться в вертикальном времени на божественную волну настроен. Опять не быстро это происходит, мы знаем, да, те, кто часть пути и большую часть пути прошел, знает, о чем идет речь. Поэтому вы, если еще у вас есть вот это вот ощущение того, что что-то там не получается, или, может быть, мы говорим не то, вот, и никогда этого у вас и не будет, не отчаивайтесь, потому что дело времени обязательно-обязательно это произойдет. Обязательно произойдет, торопить события просто бесполезно. И вы, наконец, начинаете жить в неком пластичном мире. То есть, такое пластичный мир, без углов, без каких-то зигзаг, без колючек. То есть, мы как бы в этой жизни пластично проходите все сложности и трудности. Знаете, так мягко и гибко. Их нет. Вот это пластичность сознания. И со временем, со временем, вы действительно будете жить с постоянной внутренней улыбкой. Внутренней улыбкой это когда все в порядке, вы улыбаетесь, с чувством доброго и юмора, безболезненной оглядки на прошлое и без всяких тревог по поводу будущего. Это действительно новая жизнь. Чудо новой супраментальной жизни, о которой и помыслить-то было невозможно. Раньше, когда вы на путь только вставали. Ментально можно объяснить все, но это вовсе ничего не значит для тела, для материального сознания. Это абстрактно. Когда материальное сознание ухватывает что-то, оно знает это в сто раз лучше, чем мы можем знать это умом, ментально. И когда оно знает, оно имеет силу. Знание дает силу. Для невежественного сознания это медленно и болезненно. Для истинного сознания это совсем не так. Вот то, что она называет материальным сознанием, которое совершенно несопоставимо с невежеством и фрагментарным ментальным сознанием, это новое супраментальное сознание, сознание нового вибрационного тела, это новое сознание, которое несет в себе носитель жизни вечной. И когда наше Я, то, что мы называем собой, действительно переселяется в эту структуру, и мы начинаем обладать и в сознании, мы действительно имеем возможность интегрального целостного видения мира, и соответственно из этого интегрального видения действовать, спонтанно действовать абсолютно правильно. Мы получаем знания, знания из первоисточника, истинное знание. И тогда знания наделяются подлинной силой, это не ментальная сила, не настрой там ментальный на что-то. Это действительно знание спонтанные которые тот смогут реализоваться в действии слова в поведении то есть это напрямую связь с источником высшей силы и действительно вот новое сознание супра ментальной позволяет видеть каждый фрагмент целого от целое стоит из фрагментов до наш ментальное сознание ведь только отдельный фрагмент 123 пытается как-то связать целое делать какие-то выводы вот супра ментальное сознание ведь все в целом и каждый фрагмент каждая деталь на своем месте то есть все очень гармонично и четко встроена в целое то есть это сознание которое видит сразу целое мы не видим целого никогда пользуюсь умом и целого увидеть не можем мы можем нафантазировать о целом а можем из деталей пытаться сделать целое но мы никогда не видим целого на самом деле и вот меня с тех пор это было местами мне было удивительно как люди не видят очевидных вещей я вижу последствий вот что будет вот человек делает что-то я вижу последствий к человеку скажешь ну последствия очевидно лишь когда он вроде бы соглашается но он не понимает как это можно увидеть я поначалу пытался что-то говорить даже дома там же видишь последствия любой вещи вот поставил чашку там куда-то я знаю что она разобьется забьется потому что через три дня она обязательно упадет ну вот такие мелочи но мы же по большому счету вот в этом мире то умные люди они что же там чашку могут или ракету не туда поставить или какой-то атомный реактор не так запустить понимаете во сколько всяких у кажущихся мелочей которые ментально не способны быть определены вроде бы целая человек видит дам по книжку он изучил как должно быть в целом а в реальной жизни он целого не видит это поначалу бывает очень сложно когда глядишь на этот мир хочется поправить что-то потом понимаешь надо только улыбаться тоже поправить тут ничего нельзя в этом мире поправить можно только в самом себе собственном сознании уж как это потом будет использована тобой или им не знаю это другой вопрос потом что-то изменить в этом мире как поправить я за сумасшедшего сочтут ведь а есть очевидная вещь вот настолько очевидны чтоб понятен результат результат любой глупости которые делают люди есть все более конкретное восприятие что нет ничего что не содержало бы своей радости бытия ведь таков сам способ бытия нет бытия без радости бытия но это не то что моментально понимаем под радостью бытия это нечто о чем но невозможно говорить и вот мать замечательно подметила она замечает что в новом состоянии сознания нет бытия без радости бытия новое сознание всегда в радости бытия его проживаешь то в чем ты живешь чтобы вокруг не происходило с радостью это представить невозможно жизнь действительно прекрасно без всяких оговорок теперь всегда и везде вас присутствует спонтанная радость радость живой жизни вот термин живая жизнь я его раньше не употреблял но когда я почувствовал что такое живая жизнь я стал его употреблять потому что это совсем не та жизнь которая в эмоциональных каких наших реакций ментальных вот умство них там вообще блюд во все вот просто мертвая вот не отвечать и на настоящий но люди живут этим вот сегодня была какая-то передача там собрал режиссер вот который фильм фильм отвратительный нас катики паш новый фильм экипаж вот и собрал актеров там вот всех этих вот людишек они с такими эмоциями рассказывали как они снимали этот фильм какой генеральный этот или какие там удивительные спецэффекты потом как-то сникли вот и ты смотришь вот когда люди не понимают вот вещей которые в общем-то для эмоций они хороши для ума нехороши они дают ну всплеск там на полчаса на 20 минут но в целом там все метро фильме от твой вот все мертвые найти вот для меня я сейчас понимаю для меня вот становится действительно практически одинаково что баха послушать что кваканье лягушек кваканье лягушек гораздо органичнее это больше баха это значительный баха под кваканье лягушек просто это природная вещь найти бах практически без искажений но если бы не искали баха слушатели лягушек квакающих в пруду весной я лягушек бы слушал под с некоторых пор тоже период баха проходишь а потом уже и без баха лягушки соловьи я лягушки они даже по моему мощнее соловьев поют кошки они по другой причине кошки коты они приняли кошки да и коты и кошки ну в общем-то лягушки лучше как-то не созвучнее внутренне действительно как соловьиные трели у них у лягушек знаете вы слушали как ну ладно и непременно вот эта радость быть и она сопровождает вас больших и малых делах который вами там совершается ты посуду моешь с радостью ты пуговицу пришиваешь с радостью чет там режешь не знаю пол подметаешь если раньше это было со смирением то это потом с радостью все делается представляете раньше смиренно без ума делаешь ну там вроде как смирение когда вырабатываешь а потом это такую радость начинает доставлять вот эти мелочи нет жизни то мелочи мы-то думаем что радость может быть только по-настоящему чего-то крупного да а что такое крупный вот можете представить нет я тоже не могу чем может крупный меня обрадовать не знаю сын родился сын родился это когда это было и сейчас у меня родится сын я чего радоваться буду что это горе сейчас что его ждет раньше ты можете радовался вы все по старом этим сын родился это на кавказе о сын родился это там все я назвали шашлыки там и 500 родственников со всех концов страны они тут нет так что радость это не совсем другом оказывается не в рождении сына или внука это ну рождается рождается все это жизнь продолжается да это естественный биологический процесс ну и ладно в теоробе на всегда говорил что если пойти достаточно далеко за пределы безличностного то выйдя за эти пределы находишь то что можно назвать личностью с большой буквы но это не соответствует вообще ничему из того что мы постигаем как личность так вот божественная индивидуальность я бы назвал это божественной индивидуальности есть то что что евро бена называл личностью заглавной буквы ли гипер личностью есть такое определение у налимова вы его замечательные василий васильевич налим в его замечательные книги спонтанность сознания удивительная книга то мне попалась вовремя как раз вначале цикать моя работа на пути разработок вот этой новой релятивистской концепции психической деятельности так вот это личность божественной индивидуальности появляется только как результат вашей творческой работы на пути сознательной эволюции начали работа на пути вы являетесь сугубо эгоистической личностью до сугубо эгоистической личностью в начале который в момент духовно рождение вытесняется вас сцены театра жизни что вытесняет ваша истинная сущность или психическое существо есть индивидуальность психическое существо называлась слева рабина который в свою очередь постепенно по мере умолений эго и наработки нового тонкого вибрационного тела носителя живой жизни обретает качеству которые присущи истинно божественной индивидуальности значит эгоистическая индивидуальность духовная индивидуальность а потом божественная индивидуальность когда духовная индивидуальность отождествляется со всем сущим то что у нас есть единственным да вот искра божия на встраивается всеобщее божественно вот это божественная индивидуальность это результат последовательных изменений нашего сознания в работе на пути сознательной эволюции и лишь после окончания переселения вашего индивидуального сознания в новое тонкое гибрационное тело и обретение прозрачности энергетической то есть вы распространяетесь везде и всюду это и есть процесс отождествления со всем сущим вот после этого действительно вы становитесь истина божественной индивидуальностью которая сознает себя частью океана этого всеобщего сознания которое не может никуда исчезнуть никогда не может исчезнуть поскольку это то что не существует в пространстве во времени существует вне пространства или становится частью всего пространства и вне времени то есть это то что конечном счете есть результат той самой игры в которой вовлечено земное человечество божественной игры найди себя или найди в себе бога найди себя боги как хотите вот это наша главная задача ради этого мы сюда и пришли у нас все какие-то подзадачи мелкие кредиты там как еще называется ипотеки еще какая-то муть это надо надо в так головная боль какая-то хотя не жизнь да или нет ну ладно еще там что-то если завтра война там еще трамп ким чен и чубайс голова взорвется так что находите себя там где вы себя должны найти ради этого мы сюда и пришли а все остальные по цели мелкие по цели они в конечном счете перестают существовать как нечто тревожащие вас когда вы делаете главное обязательно работе на пути сознательной эволюции когда вы начинаете выполнять свою главную задачу здесь на земле все остальные проблемы они перестают быть проблем они даже в дальнейшем просто не создаются потому что новое сознание а вы и сознание но живет совершенно иными категориями множество людей я зававших божественное никогда не говорили об этом и ничего ментально не знали об этом поскольку это не соответствует никакому ментальному понятию действительно лишь единицы из тех кто действительно реализовал себя божественным полностью отождествившись всевышним господом или совсем сущего они сумели донести до нас в образном ментальном изложении свои запредельные богатые ощущения многое был кто сумел донести до нас в но в ментальном изложении эти вещи то есть ощущение благодатной принципиально новой жизни среди них макарий египетский исаак сирин серафим саровский силуан афонский давно в какой-то мере и он крестьянкин поисий святогорец кришна модки сад прем мать шри уробинда не так их много их можно перечислить буквально по пальцам до мистер и к остальные ну тоже наверно как-то реализовывали но не донесли до нас то что было для них естественно и нормально в ощущениях можно сказать что это творение является творением равновесия и как раз ментальной ошибкой будет желание выбирать одно и отвергать другой так что все должно быть вместе то что мы называем добром это что мы называем зло то что мы называем хорошим это что мы называем плохим то что кажется нам приятным из то что кажется нам неприятным все это должно быть вместе куда речь идет о том что в настоящее время все земное творение находится в состоянии динамического равновесия в состоянии гармонии переходного периода то есть это переходный период от человека животного к человеку новому супраментальному да и в переходном состоянии есть гармония переходного состояния или динамической равновесие где каждая вещь каждый человек и каждое кажущиеся случайным явление находится на своем месте тоже как в нас переходный период там нас и добро и зло и мы и ласковые любящие злые гневливые хулиганистые понятное да то есть переходное существо еще не имеет не имеет той божественной гармонии которая в конечном счете должна определять результат вот нашей духовной работы а есть гармония переходного периода ничего нельзя изъять раз уберите все плохое как пытаются хорошие люди убрать плохих да и наоборот и плохое хорошие это все одинаково все люди действуют в поле неведения и состояние неведения поэтому нельзя ничего назвать хорошим и плохим поскольку это и другое есть продукт нашего неведения невежество конечном счете понятно но у нас все так хорошо умом разложено по полочкам что абсолютно у нас трудно переубедить что это не так все и так а это все не так на самом деле не так и все это становится понятным только приобретение вами истинного видения супраментального когда понятие добро и зло плохое и хорошее так далее никогда рожденные в недрах нашего ума они просто перестают существовать ибо во всем видится во всем происходящем видится что абсолютная целесообразность божественная целесообразность всего происходящего целесообразность мать господом все это определено создать напряженность надо накалить обстановку чтобы душа огранку получали ведь как все замечательно складывается когда понимаешь тогда никакого ропота на то что происходит его нет и просто быть не может потому что делом должно заниматься не человечество отдельные индивиды которым прописано этим заниматься то есть духовно одаренные люди то что их задача непременно реализовывать свой духовный талант вот и все просто не человечество так же как евангелие она обращена не к человечеству она обречена конкретному человеку готовому следовать путем который оставил нам спаситель вот и все и не церковь его приватизировать должна не она должна распоряжаться и командовать что и как делать а вы по своему разумению внутреннему духовному приняли его или нет как руководство в действию приняли действуйте правильно все и гей посредники нам не нужны в этих вопросах можно созрели достаточно речь идет о людях которые имеют духовно чтобы социального христианства социального ну статного христианства все-таки индивидуальную работу духовную вершить по тем самым правилам по той самой планки которая была поднята спасителем и так будьте совершенны как совершенен отец ваш небес и все никак не ниже а в поле противоположности это хорошее плохое доброе зло и не знаю в поле этих противоположности самых разных создается продуктивной эволюционной напряженность еще раз подчеркиваю что при отсутствии напряженности не происходит рост и огранки душ индивиду в поэтому войны революции катаклизмы это нечто что позволяет позволяет человечеству не дремать позволяет душам прошипаться и получать всестороннюю огранку для того чтобы решалась главная задача ради которой человечество вообще затеянные ради которой человек пришел на эту землю плохо верится в это так что какие-то другие есть смыслы более глубокие более высокое чем эта мелочь фантастическое самом деле ищите может найдете тогда скажете выйдите выступить и ну что мало ли вдруг счет у вас озарит расскажите как только вы хотите вернуться в истину эти два полюса стремятся слиться и в совершенном равновесии то есть где деление больше невозможно и одно не имеет влияние на другое где два польза снова становится одним там находится известное совершенство совершенство большой буквы то есть божественное совершенство не имеет полярных его просто их просто нет в нем переплавлены все кажущиеся противоположности ибо они становятся вот эти противоположности неотъемлемой частью целого без которых это самоцелое не могло бы просто существовать и вы как часть целого прекрасно понимать что нет противоположности то что целое как раз и есть вот это вот эти полюса кажущиеся ментальным обычному сознанию противоположностями и ваше возвращение к истоку божественном истоку знаменует собой устранение двойственности ментального видения и возврат целостному к истинному видению принципиально нового видения при котором динамичная картина мира окружающего видится совершенные перестает перед нами благодатном свете и соответственно у вас такая улыбка просто возникает когда вы вспоминаете как есть память наверно да такая следовая реакция как вы раньше видели этот мир глядели на него и пытались каким-то образом его примирить теперь не надо примерять это так есть она на самом деле так и ничего другого в сегодняшнем мире быть не можете когда вы достигаете полюса света и наблюдаете как на полюсе не ведь не идет непримиримые борьба да за добра со злом ну тогда вам действительно становится забавно человечество все время идет борьба так называемого добра с так называемым злом в человеке человечестве смешно это и все борются но режиссер-то постановщик он спектакль то соответственно отслеживает вносит коррективы до носит ну вот так же как вот в театре в обычном там режиссеры изгаляются господь бог не изгаляется он коррективу вносит и серьезные правильно серьезные смотрите какие вот вся наша история история человечества земного наш с вами история она как раз вот этим режиссером ты ставилась отвержение одного и принятие другого ребячества это неведение и все ментальные представления как представление о вечном зле что породило идею ада или же представление о вечном добре все это ребячество и вот действительно ментальное картина мира в котором мы живем основанная на двойственности вид не действительно кажется по детски наивной как только мы обретаем истинное видение глобальное супра ментальное при котором добро и зло просто перестает существовать как противоволожность и бы то и другое следствие человеческого неведения не более того не есть просто добро который вот исключительно добро неведение человек совершает то что можно на беднее зло неведение человек совершает то что можно назвать злом но в каких-то благих он целях это делает как ему кажется да и наоборот вот добро она может тоже дорогу в ад выстелить не звешь существует это пословица поэтому в поле неведение это и другое она увы имеет некое половинчатое значение так вот и соответственно человеческое сознание ты порождает бога и дьявола вот надо как-то придумать вот что не есть все божественное творение что есть бог а из дьявол и действительно тогда отрицается с тем самым существование единого бог который затеял эту грандиозную мистерию под названием жизнь или найди себя в господи это мистерия со множеством участников исполняющих не самые разные роли в этой мистерии до добрые злые там комические трагические роли мы же видим в человечестве сейчас телевидение нам дает возможность посмотреть до всех этих исполнителей ну тех которые она считает нужным нам показать продемонстрировать который наверху там находится власть имущие те кто призван что-то нести кажется что вселенной была создана для того чтобы разрешить это парадокс сознание целого живущего не только воспринимающую но и живущего в каждой части каждом элементе составляющим это целое движение на цель на то чтобы покончить со всяким разделением и реализовать полное сознание в каждой части что абсурдно с ментальной точки зрения но это так так вот о чем речь идет здесь она да она говорит о том ну я немножко здесь прокоммитива с позиции божественной физики вселенная была создана господом для того чтобы окончательно чтобы быть окончательно познанной распыленной им повсюду индивидуальными сознанием то есть индивидуальное сознание должны но стать глазами и ушами бога вот бог в целом он вообще ничто да хотя он все это не некая гипер личность это вот что-то что вообще движет всем и вся вот понимаете немножко да что абсурд что есть какое-то существо над этим творением а можно назвать богом то есть в каждом элементе вот всего сущего присутствует господь но ему надо поглядеть вот на то вот надо вот надо проявиться и поглядеть своими глазами чужим натворил а хорошо ведь вам же надо хочется куда-нибудь заглянуть да ну далекое вот такое и скрытое чтобы увидеть а что там в этой темной комнате так вот вся игра то затеяны чтобы глаза и уши господа в индивидуальном порядке все-таки увидели вот это творение со всех сторон поначалу там все как не так да но это все равно его глаза и уши на время но они же должны по-настоящему таскать обрести вот то самое качество которое сам все исток жизни вот радость благодать бог есть любовь что в конечном счете уже с позиции новых позиции индивидуальной божественности или божественную индивидуальность увидела вот это все потому что нету бога глаз и ушей кроме нас с вами нету но тараканы может там от но у них не все еще слажено так чтобы в полной мере все осознать наверно человек он стоит на острие эволюции он способен превзойти ментальное сознание разделить надо и каким-то образом стать частью всего единого божественного но стать глазами и ушами господа хотите стать то есть желание есть ну как получится а из получится хотите но стремление есть это другой вопрос поймали отчусь вас ловить те он оккультный учитель матери как-то сказал эта мать говорит у того или у тех кто находится на самом верху он говорил об истинной иерархии основанные на силе сознания каждого человека у них обязательно самый минимум потребностей их материальная потребность уменьшается по мере роста материального видения это совершенно верно это автоматически непосредственно это не результат усилий чем шире сознания и чем больше вещей и реальности она охватывает тем меньше материальной потребности автоматически поскольку они утрачивают свое значение и ценность ну наверное у тех кто искренне следует по пути сознательной духовной эволюции по мере роста и расширения индивидуального сознания по мере его все больше одухотворенности естественным образом существенно уменьшаются материальные потребности . потребности в пище там потребности в дыхании частом и глубоком понимаете то есть все части нашего существа во всех частях нашелся что же это уменьшение потребностей понятно или нет обязательно и физиологии в биологии и материальном плане то есть они утрачивают свое было и прежнее значение было и ценность при истинной суперментализации сознания ваша внутренняя позиция основывается на выведенной формуле нами потому что вы имеете добавить больше нечего вот у вас есть все необходимое на каждый момент каждый момент времени поработав . достойно пути сознательной эволюции вы понимаете что все у вас есть вот все абсолютно самое главное есть радость живой жизни и вы господом не обделены в том плане что он вам там даже не не да есть там не до спать не оденет должным образом там или еще чего-то понимаете вот все что ты имеешь добавить просто нечего то есть радость бытия покрывает все очень простая вещь удивительно простая полную удовлетворенность тем что дал и оставил вам в пользование господь есть знак того что вы состоялись в главном и воздавать искренне благодатность господа за то что он подарил вам и за то что он отобрал у вас бывает отбирает это означает полное предание себя в руки божественной воде одобрал поблагодарили дал поблагодарили ничего не дал не отобрал тоже поблагодарили вот радость бытия просто вот это и есть то что покрывает все все ценности материальные психологические как хотите понять уму это невозможно уж простите ну вы ум устроен так но еще эмоции если подключается все равно всегда не хватает и этого того всего 5 10 а чего голые ходите несытые по моему все в порядке вот гляди что людей это мне что-то не хватает не хватает главного не хватает радости живой жизни вот чего не хватает человек не хватает главное он пытается вот этой ерундой это главное прикрыть он бежит от главного и пытается накормить себя всякой дурью вот и все это и это явление супра ментальная трансформация начинается с того что можно назвать сменой правления вместо правления внутреннего личного существа 8 место правления его вознимает прямое правление высшего сознания всевышнего сознания и тогда происходит передача всех движений всякой деятельности всего функционирования то есть пересходит передача личностного существа вместо того чтобы подчиниться личностному эгоистическому существу все переходит под воздействие всевышнего сознания обязаны ему подчиняться напрямую при супра ментальной трансформации эгоистическая форма правления окончательно сменяется божественной формы правления при которой вся полнота власти все командные функции напрямую переходит в руки божественной воли который не допускает ничему ничего что может повредить вам и вашей душе то есть в руки всем всевышней воли которая выстраивают вашу жизнь наилучшим образом то есть позиции божественного выстроить жизнь наилучшим образом ваша жизнь становится живой и пластичный при этом в основе функционирования вашего интегрального существа лежит сверхсознательная психическая деятельность все сознательно психическая деятельность при которой физическое тело является по сути лишь механическим исполнительным органом этой всевышней воли на плотно материальном плане бытия она говорит она там передвигается мышление озарение может выдать слова правильные и точные вот все что физическое тело выполняет попадая во власть правления супра ментальной супра ментального сознания и для сверхсознательной психической деятельности характерны спонтанные то есть без задержки во времени двигательное действие спонтанная речь спонтанное мышление соответственно поведение спонтанное который без трения без каких-либо альтернатив в любой ситуации принимает абсолютно правильное решение знаете никаких вы усилий в этом направлении уже не предпринимаете еще было где-то идея усилия чтобы удержаться на высоте поставленной задачи было еще до идеи усилий идеи борьбы и это ушло это уходило это ушло это началось почти с вопроса тела спрашиваешь почему почему ты так держишься за то чтобы сохранить меня это вовсе не замечательно я не в таком хорошем состоянии но тело не испытывала страдания но совсем не было несчастным совсем нет она смотрел с улыбкой и тогда появился этот ответ даже нельзя сказать что остались какие-либо вопросы вещи таковы каковы они есть непосредственно с вечной улыбкой и вибрации такой легкой вибрации это состояние в котором смерть не имеет реальности смерти все что сопровождает ее все что сделала ее необходимой в ходе эволюции и вот мать долгое время упорно цеплялась за физическое тело долгое время она с нетерпением ждала в нем видимых изменений направление омоложения но само тело решила эту проблему ну не тело и на новое сознание соучастие с телом предложив матери не обращать внимание на телесную жизнь никакого внимания обращать не смотреть на него как на непременный атрибут новой супраментальной жизни вот когда власть вашим интегральным существе целиком переходит в руки божественной воли и вы полностью доверяете и во всем то всякие идеи всякие вопросы цели и задачи касаемо духовной реализации они просто перестают существовать у вас нет никаких вопросов вас идет тот самый процесс который является ответом на все вопросы которые раньше вы ставили вот идет этот процесс все сам процессы результаты вот того этого процесса не есть ответ на все вопросы и впрямь жизнь делается воздушно легкой улыбчивой а смертное тело физическое которое наполняется в конечном счете вибрациями этой благодати божественно готова на все состояние вибрационной благодати она готова умереть хоть сейчас и смерть там не есть смерть и есть процесс который действительно можно назвать успением ибо был над благодать покрывает теперь все материальные возрастные проблемы вот возрастные проблемы материальные проблемы это физический ум это эмоции они вас выбивают из коле это ментальная божественная благодать она покрывает все эти материальные вещи просто находит совершенно таскать в поле других вибраций и тело само по себе этих проблем то не существует евробинда пути сознательной эволюции надо становиться лицом к лицу со всей жизнью в целом и совсем тем что она еще включает себя безобразного лживого жестокого но заботись при этом о том чтобы открывать себе источник всего доброго прекрасного светлого истинного чтобы сознательно привести этот источник в контакт с миром с целью его трансформации ну надо сказать работа на пути сознательной духовной эволюции должна непременно непременно без всяких так сказать вариантов до выполняться в гуще социальных отношений и не в какой-то келейной обстановке в каких-то шрамах монастырях я не знаю искать ограниченных сообществ с ограниченной духовной ответственностью понимаете да а вот там понятно да именно в социуме бегство из социума в уединении недопустимо противном случае вы просто взрастите в себе ложную рафинированную ровность который в миг улетучивается в миг улетучить при первом же серьезном испытании вне вашего уединения вот выходите за уединение все ровности никакой не то без фундаментальной ровности в эмоциональной сфере да и ментальной сфере нет и не может быть сознательной духовной работы и не бывает как хотите только в условиях социума колючего социума ваша истинная сущность получает полноценную духовную огранку и научается воспринимать нелицеприятный с позиции не ведь нелицеприятный окружающий мир таких каким каков он есть на самом деле с мир надо уметь видеть в конечном счете без прикрас и иллюзий с мир пребывающий как ни странно я уже говорил об этом где гармонии динамической гармонии переходного периода после с этим вспомните историю историю жизни преподобного серафима саровского вспомните как он долгое время упорно избегал общежитие монастырской жизни и рвался в уединении вспомнить сколько времени понадобилось чтобы наконец смириться с той вовсе не богоугодной жизнью который он видел монастыре там действительно жизнь была не богоугодная с наветами со склоками этом с какими-то партийма тоже его пытались вовлечь в эту политику монастырскую вот он бегал все время от этого он видел что творилось среди братья там была зависть наушничество интриги сплетни и только тогда он стал тем самым серафима саровским когда мы знаем его когда он вернулся в монастыре там он все-таки дал обет молчания ну в том смысле что он видел эту монастырскую жизнь но рта на эту тему не открывал но миновенные в мыслях был покой так я понимаю он все-таки дошел до той стадии понимания что сама вся работа на духовные она все-таки должна не в поле ума совершаться он должен молчать а каким-то другим способом не сделал надо начинать был не раздевательство на тело между угнетение телесных функций которые провоцировали нападки враждебных сил с молчанием а вот сегодня мы с вами имеем возможность начинать правильно работу на этом пути правильно а переживание децентрализованного божественного сознания это словно единство единство из неисчислимого миль из неисчислимого миллиардов неисчислимых сверкающих точек единое сознание одно единственное сознание соткана из неисчислимых сверкающих точек сознающих самих себя это не совокупность всех точек вот чем дело это несовокупность это единство так вот истинно божественное сознание является собой абсолютное вибрационное единство с нещерпом множестве тождественных ему . вот это обобщение или отождествление себя со всем сущим во всем сущим есть какие-то тут мелкие бесчисленное количество таких точек всяких разных я не знаю ну центров от чего-то сверкающих радостных и когда ты в новом своем качестве отождествляясь с ними с каждой точкой с каждым событием с каждым явлением с каждым существом да это и есть тождественность божественного и каждый из этих точек способна осознавать себя как божественную индивидуальность вот мы тоже все-таки какая-то . наверно да во всеобщем божественного человека его божественная индивидуальность во всей совокупности множество этих точек есть одна точка который побольше дано . вроде как не что которое способно глазами господа глядеть на этот мир вот я уже говорил в этом по-видимому заключается антропный принцип антропный принцип который положен по мнению ряда ведущих физиков современности который положен всевышным сознанием востову созданные вселенной вот физики говорят что антропный принцип это принцип который включает себя человек то есть человек познает вселенной в конце концов он глазами как бы бога ну условно говоря видит этот мир не только в научном плане не только на уровне материального но и на уровне духовного то есть что материальное духовное в конечном счете вот антропный принцип соединяет себе материальные духовные то есть человек несет все два начала и в конечном счете вот он должен оба начала примирить и увидеть этот мир вот в истинном свете вот антропный принцип некоторые физики немногие но говорят что вселенная создана в общем тра для человека для того чтобы человеческое сознание но уже не человеческий там супраментальной человеческим и себя вот этими карликами мним что мы люди что мы всемогущие наверное но индивидуальность божественная в нас сидящие она не зависит индивидуальность от того где мы находимся тело можем свинеть на индивидуальность как вот человека ли то что можно назвать человеком и есть то что познает этот мир мы думаем что познает мир вот этот человек с микроскопом там с телескопом смертный человек но в конечном счете познать мир полном торжестве вот божественном торжестве мы физическом теле то не можем наверное физическое тела можем использовать как инструмент временные для познания но в конечном счете она сметно наверно есть какое-то иное качество сознания должно состояться понятно вот в этом антропный принцип и заключается то вселенная создана богом для познания человека то есть индивидуальное человеческое сознание должно отождествиться всеобщим все-таки познать отмен не частично полностью в конечном счете и реализация этого антропного принципа во вселенной безусловно предполагает следование человеческих индивидов по пути сознательной эволюции по-другому антропный принцип реализоваться не может человек должен решить главную задачу то есть стать глазами и ушами господа чтобы антропный принцип восторжествовал поэтому без пути сознательной духовной эволюции принцип реализации этого принципа невозможно так что видите задача серьезная у нас стоит и в свое время мы предложили назвать единую сознательную основу мироздания основу которая пронизывает и объединяет все видимые и невидимые вселенной мы предложили назвать в общем психо вибрационном поле общее психо вибрационное поле сам назву в самом названии отражается духовное и физическое материальное начало и духовное психо вибрацион психо душа или божественной вибрации это физика да то есть общий пик психо вибрационное поле можно назвать чистым сознанием или абсолютным сознанием вот как хотите хотите это вот та самая вещь с философской точки зрения которая может померить или объединить и сугубо материальные духовное как бы в одном флаконе это и другое присутствует ибо разделите два понятия нельзя они в равной мере что существует одно в другом сейчас в среде обывателей с научным уклоном широко распространен термин энергоинформационное поле энергоинформационное поле ность какой-то с яйцом с этим вот энергоинформационным полем да вот который этот термин даже отождествляет с понятием бог но на наш взгляд это абсолютно недопустимо просто выхолощивание живой божественной сути единой реальности в ее определение означает формирование сознания людей бездушной механи механистичной модели мира как только вам сказали энергоинформационное поле это модель бездушная материалистическая модель все это выхолощивает саму суть божественное творение понимаете сейчас цепляются эти ученые яйцеголовые все там сидят там все это рассчитывают суетятся и хотят решать проблему математически там компьютерным образом то есть а душе никаких разговоров то и не ведется ты вот нашей модели философской первичной субстанции который по нашему мнению довольно хорошо отражает истинное состояние видимого и незримого мира материально общее психоэволюционное поле является собой бесконечное множество мельчайших точек бесконечным быстро вибрирующих от нуля до бесконечности вот вам картинка поэтическая картинка можно поэму писать что такое . в математике это ничто . не имеет размеров это не имеющий размеров бесконечно быстро пульсирует до бесконечности покрывая собой все проявленное поле вселен таким образом обеспечивается возможность практически мгновенной передачи информации в любую точку поля то есть запрет на передачи информации со скоростями большими скорости света снимается потому что ткани это едино каждая мельчайшая . содержит все все знания обо всем и она вот они пульсируют живут яс то есть вот этот поэтическая вещь от над поэтом быть чтобы почувствовать вот блок от чувствовала много там иногда писал на эту тему у него там были такие вещи хорошо чувствую вот таким образом в этой модели вот которую нами предложено чудесным образом сочетаются две реальные нереальности . и бесконечность это другой понять невозможно но они реально эти нереальности они вместе все в порядке пульсирует живут существует ждет чистое сознание одновременно считание двух качеств таких как ничто и бесконечность математики не подвластно в результате получается вибрации божественной любви в общем то эти результат этого сочетания совершенно причудлива что в основе метод все-таки лежит вибрация благодати божественных бед на практике хорошо при коротком замыкание того что в пространстве того что в материальной структуре с на самом нематериальности это очень хорошо опытным путем можно пережить вот и все это опыт это очередное чудо задумка господа и она способна осуществиться на практике трудитесь если занять эту позицию мать делает рукой жест влево наступает заболевание если занять эту позицию или ту позицию жесть вправо это часть эволюции вот мать очень тонко подметила что только от позиции вашего индивидуального сознания зависит приятие или неприятие временных недомоганий которые в встречаются в работе на пути сознательной эволюции подчеркиваю приятели неприятие временных недомоганий которые обязательно встречаются в работе на пути сознательной эволюции когда вы их принимаете поддерживаете энергии внимания то это оборачивается болезнью и в ее классическом варианте при неприятии недомоганий вы не навешиваете на на них пораженческий ярлык болезни а считаете от эволюционной трансформации и при этом начинающиеся расстройство перестает быть для вас актуальным и довольно быстро отступает уступая место лучезарному оптимизму ясно ну ты все вы болезнь там все так только вы уделяете этому внимание это болезнь а вот если это правильно принимать в любом случае сделала придется оставить так уж лучшим случезадным оптимизмом всем ну вот так согласны ну вот видите в любом случае то есть здесь выигрыш даже если вы ничего не сделаете на пути а будете принимать недомогение случезадным оптимизм и все на пользу а так или нет вот видите даже психотерапии тут легкая возможно ладно все больше возникает впечатление нереальности фундаментальной нереальности болезни это только потеря равновесия это та работа которая делает сейчас в эти дни все время все время все время единственное время когда она не делается это когда я вижу с людьми ведь когда я встречаюсь с ними остается только одно присутствие господа я погружаю их в ванну господа это продолжается это всегда тут так вот когда процесс эволюционная трансформация физического тела и сознание соответственно разворачивается во всей полноте то действительно вами обнаруживается нереальность болезни просто нереальность их нет просто в теле ощущается бурная динамика эволюционных преобразований бурлит там все кипит а потом тихо все становится потом опять друг где-то какие-то выстрелы маленькие там вспышечки идет процесс эволюционных преобразований которые направлены на кардинальное обновление организма включая как конструктивную созидательную так и деструктивные разрушительную работа что-то должно быть разрушено что-то на месте устаревшего должно быть построен то есть идет динамический процесс понимаете у нас совсем тупое вот и примитивное представление если болит значит болит эта болезнь а если не болит это здоровье вот когда не болит а идет деструктивный процесс скрыто потом вдруг он проявляется там идет полный обвал вот когда болит вот я знаю людей которые почти до 100 лет дожили а у них все время все болело вот кто-то сказал ой недавно совсем я читала ком-то человеке известном человеке память у меня плохая еще он сказал а космонавт гречка герой михалыч сказал одну интересную вещь когда объявили этот самый набор в отряд космонавтов из ученых я говорит ему уже под 40 было ягод понял что никакую комиссию не пройду потому что у меня одно болит другое третье у меня все болит но оказалось что он самым здоровым из всех вот остальных от селью которых ничего не болит вот и он в общем-то не полетел у меня все болел это болит и другое уж не знаю же и не пью не курю все болит в душа у него хорошая была веселая радостная вставляете его отбирают я ведь не надеялся пройти пошел ладно думаю ну все будет все же пошли остальных от сели там человек 20 пошло например 4 или 5 человек остались он в том числе вот так понимаете да так что вот этот вопрос он не всегда сказать может вас может вы может ввести вас заблуждение если у вас болит значит все плохо хорошо все бывает и со временем вот это видимо интенсивность или процесс трансформации падает сохраняющий лишь скрытая динамика этот процесс уже кого-то спокойно начинается процесс он может только отрождаться где-то ну на костный в костных структурах внутренние органы все там целом очень пластично функционирует никаких сбоев нет а начала до начала процесс трансформации вот полгода у меня был очень бурным казалось что все разваливается все же засыпается но потом потихонечку все пришло мной есть два состояния одновременно состояние перерывной длительности который почти нет конца и состояние опрокидывания в разложении для тела об состоянии вот так постоянно мать двигает ладони выбор постоянный выбор действительно основывается на поре опереться на божественное сознание по отношению ко всем вещам еж секунды или же перестать опираться на него ну действительно в какой-то период работа на пути сознательной эволюции на поздних ее этапов вы начинаете ясно ощущать как новая жизнь как новая супра ментальная жизнь начинает болезненно пробиваться сквозь прочный пораженческой заст заслон физического ума мать называла от физическим луковой шелухой поверх настоящего сознания и в этой ситуации очень важно сделать правильный выбор то есть не по грязность сомнений не пасть в уныние когда физический ум будет навевать вам не совсем радостные вещи на эти мысли что ты делаешь напрасно все равно помрешь и вся эта твоя работа вот духовная такая ерунда такая мелочь лечись милые лечись или напротив не лечись пускайся во все тяжкие ну примерно так кто что лучше воспринимает то есть вот это сбивает действительно мог порожденные силы и пораженческая физическая структура физического ума она может вселять вам много всяких таких пораженческих настроений здесь надо просто правильно пройти этот период с пониманием поскольку телесное сознание в конечном счете должно быть настроенным сознание физического тела на божественную волну то есть все клеточки физического тела должны родиться в духе как то есть как наша истинная сущность проявляется как индивидуальность до интегральная так и клеточки тела имея свое собственное сознание божественное происхождение должны обратиться к божественному и тогда для них сметки не существует то есть пораженческая структура исчезает это происходит в одно мгновение я об этом уже говорил как в одно мгновение тело друг чудесным образом обращается всевышним клетки тела это тоже интересная вещь очень интересной неожиданной совершенно это непрерывное переживание днем и ночью и такое насыщенное такое интенсивное что это невозможно описать словно я ежеминутно делаю открытие вот когда ваше сознание только начинает постоянно находиться в текущем моменте времени здесь сейчас то есть пребывать уже не в линейном времени а в вертикальном времени то в течение какого-то периода вы ежеминутно делаете маленькие занимательные открытия перед вами в обыденной повседневной обстановке являются маленькие чудеса которые действительно делают вашу жизнь новую жизнь живой и одним благодатным чудом это действительно нечто что неожиданно неожиданно вдруг дает о себе и знать дальше она говорит каждую минуту открытия безусловно ускоренное движение ты знаешь она обращается от прямо что его ускорило это тот текст евробин на где говорит что страх смерти в человеке является памятью о его животном прошлом и это словно широко распахнула дверь у нас сказать что психологический страх смерти все его многочисленные производные с боясь заболеть боязнь несчастных случаев страх перед будущим фактически перестает существовать психологическом плане момент духовного рождения психологически вы обретаете без смерти однако физическое тело как бесплатное приложение к нашему духовному до сознанию она еще испытывает этот страх смерти испытывает клеточный страх вы понимаете да вот эта клеточная структура в которой страх смерти еще существует и не может естественным образом психологическим образом быть ну исключен только время и работа силы божественной в индивидуальном подсознании может эту проблему решить вот и все понятно наверно то что это не быстро но тело тоже в конечном счете обращается к новой жизни нового сознания процесс идет довольно медленно и мужской довольно медленно это года наверно требуется проблема тоже решается решается кардинальным образом уже назад пути нет то есть телесная структура она обретает совершенно новый статус новое качество индивидуализация в своем ощущении восприятия или впечатление в своем ощущении отдельной индивидуальности не имеет долговременной истины индивидуализация продолжает существовать во всей своей силе и знаний но с ощущением единства это совсем другое ощущение разделения полностью исчезает вот здесь она говорит о принципиальном отличие от принципиальном отличие в ощущениях эгоистической индивидуальности и божественная индивидуальность которая полностью воссоединяется со всем сущим то есть божественным истоком и долгое долгое время ведь считалось особенно на востоке на востоке дать недолго время считался до сих пор считается вот на востоке с его вожделенной нирваной что при финальной духовной реализации индивидуальность полностью исчезает ее нету а что там а там вообще ничего там не тебя нет ничего нет то есть полное исчезновение нивелирование всех то искать индивидуальных признаков но это вот та самая глупость тот самый посыл в ходе восходящей медитации от действительно оказывается фактом но на самом то деле мы сейчас говорим что восходящая медитация не имеет никакого отношения к реализации пути сознательной и духовной эволюции что только нисходящий поток способен явить или проявить в нашем сознании индивидуальность нового порядка нового качества божественная индивидуальность то есть индивидуальность не исчезает она становится тотальной глобальной и современный практический опыт супраментальной трансформации полностью опровергает эти крайне ошибочные мнения по жизнь в процессе божественной реализации что личность или индивидуальность должна исчезть и это рождается новая форма индивидуальности божественной индивидуальности которая отождествляется по сути с всем сущим индивидуальность глобального порядка видите как наша индивидуальность не потеряете так что не небытью нирваническая несказанная полнота бытия становится для вас тем что не является собой финальную стадию реализации божественная полнота они небытие нирваническая и у клеток нет личного выбора их позиция действительно такова что ты пожелаешь что ты пожелаешь господь для всего для всего и с нарастающим усиливающим становящим все более постоянным непрерывным ощущением что единственный опор от всевышний господь есть только он только он и это внутри физическом теле вас момент смены пораженческой позиции телесного сознания на тотальное стремление к божественной реализацию физического тела и всех клеточек тела который его формирует восстанавливается абсолютно незыблемой позиции то есть позиции тотальной сдачи господа то есть тело ему преподносится тоже не мы умом и мы сдавались помните да мы сдавались мы говорили на все его воля но это все-таки часть какого-то сказать но психологического что ли фона который в конечном счете сработало материальные структуры физическое тело но еще сопротивлялась и поэтому имея внутреннюю позицию действительно полная сдача всевышнему физическое тело отвечала до момента реализации вот этой новой жизни она отвечала неким состоянием тревожным что ли знаете вот состояние какого-то тревожного фона мысли нет на фон тревожный то есть тревожный фон и вот это состояние тревоги или тревожного фона который от тела от тела исходит она перестает существовать все и тревога исчезает телесный тревога согласно тому что я знаю и вижу в общем случае детям после 14 лет надо предоставлять независимость и советовать только тогда когда они вас об этом попросят вот так говорит мать у нас качество 14 15-летнего возраста у детей в полной мере начинается реализация а сейчас даже раньше реализация индивидуальной кармической программы армической программа заложены как будто судьба педагогика кармической 14 15 лет от программ начинает работать под управлением души начинает работать кармическая программа с которой они пришли в данное воплощение потому в их поведение начинает преобладать самостоятельность императивное стремление избавиться от излишней родительской опеки то есть они должны выйти на уровень самореализации педагогика должна быть включается педагогический процесс если родители нормальные люди и действительно желают блага своим детям то прежде всего не должны заботиться своим духовным статусом вообще-то если вы желаете детям добра своим духовным статусом чтобы иметь возможность взять под защиту своих неразумных чат поскольку они с включением кармической программы жесткая педагогическая программа у дети с демоническими сейчас со знаниями рождаются там много всяких неприятных моментов то есть родители должны поместить их под надежный покров если не гиперопекой не в тот покров для этого нельзя это можно духовный статус родителей должен защищать детей знаете ясно не беспокойство не тревога за их судьбу а именно состояние вот именно духовные родители должно их надежно оберегать только при условии полной духовной состоятельности родители исключающие навязывание детям своих взглядов на жизнь да дети будут откровенно с родителями они будут советоваться с ними это сложных ситуациях вы можете им дать и правильное решение то есть они не отойдут от вас если вы не будете им навязывать свою гиперопеку и рассказывать по свою хреновую жизнь чтобы в них все было нормально понятно и в случае затруднения они будут просить у вас совета в противном случае неизбежно возобладает как это бывает практически в ста процентах случаях процесс отчуждения любим ли мы своих детей к великому сожалению оказывается не любим воспитывая их влияя на них мы пытаемся реализовать наше собственное эгоистическое представление о том какими они должны быть наше представление о том какими они должны быть большей части мы пытаемся сделать из них некое подобие самих себя ну подкорректировал свою жизнь вот это вот подобие мы пытаемся в них увидеть нашу любовь к детям это эгоистическое животное давящую любовь которая лишает ребенка самостоятельность самый главный душевного тепла тепла души если нет тепла души то ребенок он чужой вам он просто чужой витальная любовь давит они греет если вы витально любите ребенка она давит но греть она не может мы пичками ею ребенка как физической пищей если бы очень любит но до отвращения мы можем пичкать ребенка витальной любовью и думаем что мы делаем ему добро а ребенок если он пока еще то искать ну ребенок очень чутко ощущает наш фальса потому либо использует ее своих корыстных целях тогда чего-нибудь да вот витальная любовь и возможно в корыстных целях использовать либо начинает сторониться нас особенно с возрастом все так дети волею самих же родителей отдаляются от них родители при этом искренне удивляются как же так мы сделали ему столько добра столько добра ну горы добра не ваше добро нужно не ваши витальные подачки ребенка нужно ему нужно душевное тепло а его то и нет зачастую подавляющим большинстве случае ребенка этого не чувствует в это думает что ваша витальная забота ним и есть душевное тепло совсем не так и страшная вещь и ни в коем случае не пытайтесь насиловать взрослых детей витальной любовью и гиперопекой взрослых детей не забывать что у них свой кармический путь свой кармический путь про по ошибок мы же в силу своего эгоистического разумения пытаемся предупредить их от ошибок пытаемся или пытаясь поиска предупредить их от ошибок нарушаем обучающий механизм закону кармы это отнюдь не означает что в критических ситуациях а такие бывают да мы не должны открывать им глаза на что-то для нас очевидное но делать это не надо навязчиво над делать форме дружеского совета безусловно опасность стать на преступность изю или впасть наркозависимости прочее должны своевременно жестко пресекаться всеми возможными средствами а так если нет этой опасности не надо ничего навязывать дайте им возможность там и нахлебаться кое-чего правильно не советуете как им жениться за кого замуж там выходить нет там смотри на не устраивайте то будет обратная реакция ужин точно у них там любовь а у вас представление совершенно другого толка ясно какие будут там дети и внуки ваши ну ладно с детьми и здесь в теле матери факт физического присутствия она говорит позволяет силам быть более направлены я вижу как силы действует свыше и люди входят в контакт через сходство вибраций с точки зрения помощи эта помощь более прямая чем она говорит она говорит о том что сама по себе супраментальная сила претерпевающие какую-то незримую трансформацию в вашем физическом теле или в тонком теле как хотите но в том что вы называете собой она спонтанно расходятся несколько трансформированном виде вот приходит одна уходит другая знаете вот не та сила которая приходит или вот вы воспламенились какой-то новой силой то есть вы источник некой новой силы совершенно нового качества то есть не надпуд нисходящий поток то есть ваше тело или тонкая вибрационная структура начинает излучать во всех направлениях вот вплоть до бесконечности дам уже говорили о лохматым человечки то его структура или то что может быть построена как некая схема до волновая структура она способна во множестве направлений точечных расходиться куда угодно и действительно там где она требуется и в том кто восприимчив к ней происходит определенный процесс то есть вы становится источником некой благодатной вибрационной силы которая но работает что ли на благо но всего человечества и вы посылаете там кому-то или куда-то потоки этой силы это сделать невозможно потому что это происходит автоматически как только вы задумаете адрес на ее направить куда-то вот эта сила у вас не будет она не будет работать это эго появляется то при условии отсутствия будет постоянно излучать вот вибрации вот этого благодатного заразительного покоя то есть это силы у идет во всех направлениях и тем кому нужно она воспринимается идет туда куда надо и ваша задача просто оставаться в покое и не имеет ни малейшего помыслу направить эту силу по какому-то адресу пока у вас нет такого права а будет ли она ну неизвестно ибо на все воля господа сейчас у вас на это право нет поэтому здесь стоит запрет только вы захотели силы нет направлять нечего все ваш малейший помысл в этом направлении в миг вас лишает этой действенной силы дальше она говорит действие становится более точным на индивидуальном уровне она становится более точным в зависимости от случая от потребностей от возможностей это утончается это вид почти автоматической работы я могу представить что это очевидно помогает людям мы сверх сознательнее психическая деятельность сверхсознательная и спонтанность инициировать всевышней воле упорядочивает ваше повседневное поведение то есть вы в повседневном поведении действовать абсолютно правильно абсолютно точно то есть бы действуете абсолютно адекватно согласно складывающей ситуации соответственно упреждая тем самым совершение ошибок без ошибки совершается только тогда когда есть альтернатива только да есть выбор только когда есть трение да здесь выбора нет альтернатив нет то есть само все действие слова или поведение ваша она только реализуется в одном единственном варианте вариантов никаких нет и был мне работает а божественная воля она без вариантов действует вот и все поэтому никаких ошибок никаких сбоев быть просто не может а что касается воздействия на других людей то само ваше присутствие вот в этом новом качестве здесь на земле не знаю в помещении или на улице ну здесь на земле в новом качестве до само ваше присутствие в качестве носителя супраментального сознания способна незримо оказывать эффективную помощь тем кто восприимчив к этой вибрации в ком есть приемник способный скрыть эту вибрацию принять то есть заразительность вибрации новой жизни сомнений не вызывает когда появляются светильники духа они как правило появляются в период глубочайшего духовного кризиса планетарном таскать уровне ну и в отдельных странах вот там пророки носители всего нового до принципиально здесь вот эта заразительность вот этого потока потока новой силы она как раз и есть та самая надежда главные надежды которые способны вывести из эволюционного тупика в частности нас с вами правильно что становитесь светильниками духа и все будет в порядке тогда вся ваша жизнь и жизнь на той территории на которой мы с вами родились до нашем отечестве она способна измениться способны измениться кардинальным образом но не надо только фантазировать как и в каком направлении хорошо давайте без фантазии спасибо за внимание